Привет, друзья! Вы на канале Монетомания, канал о том, как можно заработать на монетах и банкнотах. Друзья, сейчас я вам покажу очень интересные кадры. Это мне прислал подписчик в Инстаграм. Это 200 гривен, но это необычный 200 гривен. Как вы видите, здесь не хватает у нас защитного элемента. И что это может значить? Однозначно это может говорить о том, что стоит обратить внимание на эту банкноту. Это либо подделка, и вы просто-напросто получили ненастоящую банкноту и потеряли деньги. Либо это брак, банкноты, и это значит, что вы заработали. На самом деле подобные вещи выставляются периодически на Виолите, их покупают коллекционеры. Вот, например, 50 гривен с вот таким необычным браком, разворот на 180 градусов. Вы видите, на просвет защитный элемент. И это действительно интересно. Я думаю, подобные браки могут находиться. Я всегда проверяю полтинники, когда отправляю их в банкомат, в терминал или что-то покупаю. Потому что такой брак не единичный, а в основном листами мог произойти. А вот 200 гривен это, конечно, очень интересный вопрос, что с этой 200-кой. Потому что это может быть как просто напечатано на качественном принтере. И тут, к сожалению, продавец уже пропал, который мне предлагал оценить и так далее. Он мне не выслал дополнительных фотографий или видео. Это может быть либо просто какая-то подделка, либо действительно очень редкие экспонаты, когда напечатали не на, скажем так, профессиональной, не на защитной бумаге. Хотя по цвету, как я вижу, очень все похоже на оригинал. Это действительно может с нашим производством, с нашим монетно-банкнотным двором, что угодно можно ожидать. Так что, друзья, обязательно проверяйте свои полтинники, свои двухсотки. Это старого образца, на самом деле. Может быть, потому и меняют банкноты, что старый образец банкноты меньше защищен. Ее реальнее подделать, чем те, которые сейчас у нас с защитным элементом Spark. Если тема банкнот вам интересна, напишите мне в комментариях. Я буду чаще показывать именно банкноты, на которых можно зарабатывать, какие браки могут быть. Пишите это все в комментариях. Я все комментарии читаю. И до встречи в новом видео. Всем пока!